Евангелие от Матфея, 26 глава, 63-65 стихи. Допрашивает Христа. Ты, Христос, Сын Божий! Иисус говорит ему, ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего десну и силы, и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разобрал одежда твоя и сказал, он богохульствует, на что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его? Как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Грехов много, перечисляются, лечат. Но грех богохульства нигде не упоминается. А мы плывем в океане богохульства. Иные думают, богохульство, когда ругается Бога в мать. А богохульство-то в чем заключается? Когда они признают Бога и хулят его дела. Вот сейчас слышали о слепорожденном, которого исцелил Господь. Люди любят подражать, делать все так же. Купальные села известны где. Брения хватает, эта земля. Ну, как говорят, составные почти все есть. Не хватает только одного, чтобы исцелиться. А дальше нигде не упоминается. О том, чего не хватает. Чтобы слюни Господа были там. Он-то плюнул. А когда разговаривает слепорожденный, он говорит, сделал брение. Он вообще не упоминает. И дальше сколько раз говорится, а о слюнях Господа вообще никак. А одного епископа спросили, а как ты стал епископом? Он говорит, а на кого Господь плюнет, тот и епископ. Слово плюнет имеет еще значение, то есть окончательно отвертся от него. Да мы, говорит, плюнули на воспитание сына, он нас не слушается и ничего нет. Значит, нужно иметь посланничество, ну и благословение Господнее. Тогда будет исцеление. Слюней много хватает. Вся земля, как говорится, захаркана сегодня. А слюней Господа нигде нет. Так еще и об этом надо подумать. Чтобы Господь делал нам брение из своей слюны. Сколько разных составов сегодня фармацевты делают? А польза какая? Если она есть, то очень временная. А этот прозрел и умом. И в конце-то он что сказал им? Не хотите ли и вы сделать? Это настоящий проповедник был. Как они сразу поносить стали его? Ты ли учишь нас? Мы академии кончали. Кандидаты богословских наук, доктора богословия. И ты нас учишь. Весь ты во грехах родился. Относительно рождения-то все одинаковые. Тут они все забыли уже. И прогнали его. Вот нужно тоже пройти этот путь. Если ты исцелился, и тебя именно Господь исцелил, обязательно будут гонения. А если гонения нет, все тихо, неверующие тебя приняли, ничего я там еще не вижу. Там, где Господь, там обязательно идет движение. И ты ли нас учишь? И ты их учить будешь? А в учении-то его какое было простое? Испугались родители, ничего не получили. И Господь его после этого ищет. А те остальные богохульствовали. Кто богохульствует? А вот смотрите. За что сказали? Он сказал, что увидите сына человеческого, грядущего на облаках небесных. Это было признато богохульством. А отвержение этого и есть богохульство. Ты, говорит, отвергаешься идолов, а святотатствуешь. Римлян 2, глава 22 стих. А кто отвергает Иисуса, грядущего на облаках? Миллиард мусульман. Ну, знают, они в Магомеда верят, в Аллаха. А спроси людей, а во что верят китайцы? Еще один миллиард. Да не один, там два с половиной, как говорят, уже миллиарда. Остальные, говорят, в перепись не попали. В сельской местности живут. В горах. Оказывается, никакого Бога-то и нет в Китае. А каждый самый под себя из себя может сделаться Богом. Они не могут назвать определенного Бога. Мы говорим, у нас Бог, и называем Господь Бог и Его. А они не могут назвать. И они в это тоже не верят, что Господь придет на облаках. Это тоже богохульники. Богохульство не в руганье, а в отрицании. Они говорят, Иисус богохульствует. И людям, которые смотрят на нас, им кажется, что мы богохульствуем. Евреи все верят, что мы богохульники. Как так? А сына Мария, сын, которого распяли, его даже римляне признали виновным по своим языческим законам. И вдруг вы его признаете, но не исцелителем. Ладно бы мы признали его хорошим врачом, учителем, а то Богом. Вы всегда добавляете, я верую в Иисуса, как Бога истина от Бога истина. И вы сразу увидите, какое отношение. Вот и сын человеческий, еще непонятно, как люди воспринимают. Так и веритики принимают. А когда Бог и грядущий на облаках, вот здесь все стало на место. Левит 24.11.16 И хулил сына израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею. Хулитель имени Господня должен умереть, сказал он. Камнями побьет его все общество. Пришлецли, туземецли, станет хулить имя Господа, да будет предан смерть. И сегодня никого не убивает. А сколько таких хулителей имени Господня, которые не верят в Христа, что он Бог. Это все хулители. И все они повинны смерти. Мы должны мерить все так, как говорит Священное Писание. А я не слышал никакого ругательства. Но когда ты проповедовал, слово Божие приняли? Нет. Но это богохульники. Ты слово Божие, когда открывал, читал, а не признали, что это Бог сказал? Да нет, написать, говорит, все можно, бумага тетит. Это богохульники. Они хулят имя Господне. Ну, на Бога-то они плохо не говорили. Написано, неверующий Богу представляет его лживым. Вот не верят, что Бог сказал. Это все равно, что сказал, а Бог врет. Вот это то же самое, лжец. Вы расшифруете эти слова? Святение позволяет подмену слов производить. Матфея 9.3 При всем некоторые из книжников сказали сами себе, Он богохульствует. За что? За то, что Христос сказал, что прощает грехи. Те, кто не верит, что Христос прощает грехи, и может прощать, богохульники. Те, которые не верят, что Христос умер за наши грехи, богохульники, и в изглазах им и богохульники. Это согласно Паразакония 19 глава 19 стих. Иоанн 10.33 Иудеи сказали ему в ответ, Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Но если человек делает себя Богом, это богохульник? Это действительно так. Если они его не признали за Бога. Смотрите, сколько везде богохульства, и как легко в этом грехе обвинить другого. Но если ты знаешь, что Христос Бог, Священное Писание от Бога, все встало на место. Другого нет. Другой истины. Откровение 13.5 И даны было ему уста, говорящая гордо и богохульно, и дана ему власть, действуя 42 месяца. Речь идет об Антихристе. Что за слова он будет говорить? Но согласно Слову Божию, главным объектом хуны будет Господь Христос. Он во всем будет подражать по Писанию, каким был Христос. Это Антихрист, когда придет на земле. Чтобы не впасть к нему в руки, надо все время мысленно молиться «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и помоги мне прославить имя Твое. И всем засвидетельствуй, что истинный Бог сошел с неба, что имя Тебе Эммануил». Вы знаете это? А переводится «яко с нами Бог». Если на нашей стороне ничего нету, трепещите, язычники, ибо с нами Бог. А вы знаете, какая беда грозит сейчас от Китая, от Юга? У нас есть Эммануил, ибо с нами Бог. И будьте совершенно спокойны. Сейчас говорят о заразе, которая умышленно распространяет, о том, что 4 миллиарда людей надо спихнуть с леса, с земли. Но это понятно. Лишних едоков много. Трепещут люди, когда узнали. Сейчас книга-то вышла, комитет 300. И вот здесь как раз наша вера и должна проявиться. Я верю в Бога. Я верю, что будет только так, как Господь назначил. А все попытки исправить, сохранить, защитить, это ничего не даст. И поэтому не веря в Бога, это богохульство. Да не впаду я в это богохульство. Третья книга, Сарш 21.10. И сказали, «Ты хулил Бога и царя». И потом, «Выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». За богохульство всегда человека приговаривают к смертной казни. И написано, «За словище отца и мать смерти умрет». А сегодня, смотрите, сколько людей ругаются. Ругаются матерно. И никто их не наказывает. Маленькие дети ругаются. Они за воду у меня в лагерь привезли детей. Я выстроил их и задал вопрос. У кого? Какие вопросы есть? Ребенок поднял руку. Семилетний спросил, «А материться здесь можно?» Семь лет. А матерщине повинен к смерти. Мы ходим среди людей в приговоренность к смерти. Почему мы должны истощать запах живительный на жизнь и запах смертоноса на смерть? Встречающийся с нами человек, он обязательно должен услышать благую вещь. Какая расплата за грехи ждет? Не просто не пейте, вредно пить, сокращается жизнь на 20 лет. Все это правильно. Но ты должен сказать с другой стороны, пьяницы Царствия Божия не наследуют. Подвиги этим часу. Ты не только укорачиваешь жизнь здесь, не только ты здесь все перепортил, но главное, ты потерял Царство Небесное. Кури-человек, ты ему скажи, убийцы Царствия Божия не наследуют. Ты можешь рассказать, что там 96 элементов вредно для здоровья человека, там сэрогена, там наговорить можно много. Да и проверить никак нельзя. Но тут абсолютно точно ты должен знать, что убийцы Царствия Божия не наследуют. Ты убиваешь самого себя и ближнего твоего. Все время оперируйте словами священного описания. А когда люди начинают что-то доказывать по-своему, пренебрегая слова Господа, это самое настоящее богохульство. Потому что они свое стараются поставить на первое место. Он есть Бог. 19-4, 4-й царствия. Послал царя сирийски, господин его, хулить Бога Живого и поносить словами злыми. Это словил военачальника. Вот эта обстановка, какая сейчас есть, внезапно все будет по-другому. Вот внезапно, как, примерно мы догадываемся, знаем в Священном Писании, вот это общее, подобщее будут подводить, сейчас уберут денежную систему. Подробности они ничего нам не дают. Самое главное, будет нанесен удар по вере в Иисуса, как в Бога. То есть люди будут богохульники. Они будут думать, что примут печать, начало на правую руку, и этим они избавятся от голода, может быть продавать, покупать, богохульники. Ничего этого не будет. Будет только так, как сказал Господь. Он мацарится, и на людях будут язвы, нарывы. Никто не знает, что за нарывы, но думает, что вживленные эти чипы, они загниют, отключатся там батарейки. Но это все предположительно. Может ничего и не от этого быть. Но люди, когда будут болеть, неисценно, ни одна аптека не поможет. Им покажется, есть одно только лекарство, что это от Бога, и Бога надо хулить. Будут стоять на остановках, всюду везде их хуление, непрерывное по всей земле будет. И Бог это допустит. То есть наступит мрак, тьма, и тогда рассеяет Господь, на облаках придет. Три с половиной года. Это все впереди. Какая огромная работа стоит сейчас перед детьми. Не то, что давайте заботиться, чтобы не было плохих плакатов, бьются за нравственность, не за это. Детям привейте страх Божий. Дети, нас не будет. Я вот смотрю на этих детей, и боюсь просто. Если вы сейчас не приучите страху Божию, что с ними будет? Куда они пойдут? Чьи гаремы ваши девочки пойдут? Где ваши сыновья, где ваши внуки валясья будут? Где их птицы небесные будут клевать? Ты им скажи одно. Никогда, сын, не ходи туда, где Господь сказал, будет смерть, на долинах Яссофатовых. Даже возьмут тебя в армию. Он не принял присягу, это самый простой способ. Тебя просто расстреляли. А если тебя отправили куда-то, не ходи в Израиль. Все до одного там погибнут. Там оттуда никто не вернется. Книга Иова 2.9. Когда Иову было очень тяжело, Сатана подошел к нему через жену. И сказала жена его, похули Бога и умри. Похули Бога, а почему умрешь? Да потому что богохудники, они все под смертным приговором. И может Бог тебя сразу убьет, или болезнь прекратится. У нас близкая знакомая была. Приезжала даже потеряевку в соседней деревне. Заболела раком. Все данные у ней были на выздоровление. Твою пасеку держит. Только бы вылечить. Более невыносимое. Накладывает на себя руки на кровати. Вставать не может. На дело. Готово дело. Подошли уже мертвые. Ты не знаешь, что самое главное начнется там. Это богохудник. Это путь, назначенный Богом. Крест, назначенный Спасителем. Ты отверг. Поэтому и о богохульстве. Молитвы у нас нигде нет, а их надо иметь. И сказать, Господи, да не буду я богохульником. Это вершина отвержения. Мы не знаем, где богохульники каются. И существует ли для них выход. Может, в этом богохульстве где-то и хула на Дух Святой. Потому что слово хула это страшное слово. И говорит, не в семь веке, не в будущем. Поэтому остерегайтесь, что-то говорите, чего не понимаете. Скажи, я не знаю. Вот спрашивают иногда, меня звонят по религиозным вопросам. Я нередко отвечаю, я не знаю. Как так не знаете? Не знаю конкретно сейчас по этой обстановке. Вы только сказали. Вот звоните через неделю, через месяц. Я буду молиться, искать ответов, спрашивать, советовать. Как лучше делать? Потому что, если мы будем давать ответ не тот, который дал Господь, это будет самое настоящее богохульство. Мы ставим свое выше божественного. Откровение. 16.21. И будут падать град величиной их талант. И пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язву. Этот мир закончится великой хулою. Что еще предвижить нам? Может быть, пережить. И хуление, это постигни тех, которые не приняли Христа, как спасителя в свое сердце. Не жили в Боге. И не надо говорить, когда человек ложное дает суждение, но это потому, что он до конца правды не знал. Я ставил вопросы, значит, но он и мог и не знать о плохих о каком-то отзывах. А ты-то зачем туда к этим словам присоединился? Почему ты не помолился? Когда мы присоединяемся к чужой малове, не потому, что мы мало знали, а потому, что мало молились. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И он обязательно положил бы на сердце. Это опасное дело. Об этом разговаривать нельзя. Я об этом молился, и мне Бог дал это понять, что никогда, нигде не касаться триединства Божия. Никогда. В 70-х годах московская патриархия приняла постановление, решение синода было. В великой нужде, когда ты будешь находиться, допустим, в Конго или в Италии, никого православных нет, ты можешь призвать католического священника и причаститься. Я помню в Покровске, а католики могли их провоцировать, не переходя туда, веру в эту. И была католичка, она всегда стояла, и у них свой рожарий, молитвенник. Она его держала и читала. Подходила причащаться. Вначале заволновались как, а потом посмотрели, пришло для людей это сознание, или как, что мы одна церковь. Католики далеко-далеко ушли, но благодати никогда не отнимают. Люди, которые по разным причинам говорят, а там благодати нет, это богофульники. Как ты можешь говорить о том, чего не видишь? Там, где Господь трудится, где сохранилось рукоположение, где рукоположение нет, там однозначно, это не церковь. И больше я ничего не могу сказать. Если человек произносит какие-то хулы, это не от Духа Святого. Единственное, что нам дано право сказать, я не знаю, и я не молился. Итак, мы не согласны с первосвященниками, которые сказали, что Христос богофульствует. Мы не согласны с теми, которые говорят, что благодать там есть или нет, а согласимся только со священным Писанием. И скажем, Господи, сохрани меня от богофульства, чтобы я вошел в Царствие Твое. Аминь. Аминь. Аминь.